Документы Здравствуйте, дорогие восьмиклассники! Я рада вас приветствовать в летней школе. Мы продолжаем работу по разделу «Семья и подросток». Тема сегодняшнего урока – деловые документы. Сегодня, ребята, на уроке мы познакомимся с различными документами официального делового стиля. Научимся, как правильно составлять деловой документ. Научимся также определять особенности стиля деловых бумаг, Распределять деловые бумаги по жанру. Ключевые слова урока – автобиография, заявление, характеристика, резюме, письмо, документ. Данные слова, ребята, относятся к официально деловому стилю. Ребята, посмотрим и узнаем, как звучат эти слова в казахском языке. Автобиография, автобиография, заявление, отверстие, арес, характеристика, министерия, резюме, триндеме, письмо, хат, документ, пшат. Проведем с вами словарную работу. Официальный, деловой. Официальный, значит, казахша или СМИ. Должностной, правительственной, установленной правительством, связанной с выполнением государственных функций. Следующее слово – это деловой. В переводе на казахский язык означает «скедрик», значит, «относящий к общественной служебной деятельности, к работе». Официальный деловой стиль речи используется при составлении деловых бумаг и документов. Ребята, обратите внимание, официальный деловой стиль обслуживает область юридических, административных, дипломатических отношений. Его основное назначение – это информация, сообщение. Он употребляется при написании различных документов, инструкций, уставов и тому подобных. Слова в нем используются в прямом значении, чтобы предупредить их неправильное толкование. Все документы лишены эмоциональности, экспрессивности. В них мы не найдем изобразительных средств языка. Ребята, в официальном деловом стиле используются готовые обороты, языковые стандарты. Их называют клише. Например, по истечению срока, в установленном порядке, обжарован не подлежит. Также речевые штампы – это слова и выражения, утратившие эмоциональную окрашенность. Например, на основании лишения за исполнением возложить. Обратите внимание, ребята, на следующий слайд. Первая задача – это особенности официально-делового стиля. Какова же задача официально-делового стиля? Где же употребляется? И какие особенности? Первая задача – это информация. Обслуживая область юридических, административных, дипломатических отношений. Это сфера применения. Каковы же особенности? Это точность изложения, полное номинование учреждений, стандарт, шаблон в оформлении деловых бумаг. Также краткость изложений. Сообщение. Сфера употребления – это переписка граждан с учреждениями. А также учреждения друг с другом. Для составления государственных документов, указов, законов и деловых бумаг. Особенность – это неличный характер употребления глаголов третьего лица множественного числа. Обилие устойчивых оборотов. Например, по истечению срока вступать в законную силу в установленном порядке. Ребята, посмотрите. Это жанр официально делового стиля. Расписка. Кулхат. Доверенность. Синмхат. Справка. Анхтама. Резюме. Тендеме. Приказ. Бирук. Протокол. Хаттама. Заявление. Уэтныш. Араз. Теперь, зная значение этих слов на казахском языке, посмотрите на это задание. Нужно соотнести термины и значения. Перед вами слова. Заявление. Расписка. Доверенность. Справка. Протокол. Резюме. И приказ. В правом столбике есть определение. Вы должны соотнести стрелочкой, поставив нужное направление. Проверим, ребята. Заявление. Или Уэтныш. Или Араз. Это письменная просьба. О чем-нибудь адресованное организацией или должностному лицу. Расписка. Это официальный документ, удостоверяющий получение чего-либо. Денег, документов, ценных вещей. Доверенность. Это поручение кому-либо определенных действий, передачи определенных прав доверителя. Следующий документ, ребята, это справка. Анактама. Документ, содержащий описание или подтверждение тех или иных фактов событий. Объяснительная записка. Документ, в котором работник или учащийся объясняет причины невыполнения какого-либо распоряжения. Следующий документ, ребята, это резюме. Резюме – один из видов, характеристики, составляемые при поступлении на работу. Приказ – это вид правового акта, распорядительный документ, который создается по основным вопросам внутренней жизни учреждения. И следующий документ, это, ребята, протокол. Хаттама. Документ, содержащий запись выступлений, участников собрания, совещания, заседания. В жизни часто приходится писать заявление в отныш или арс. Есть определенное правило написания заявления. В нем указывается, ребята, адресат, заявитель, наименование документа, содержание заявления. Обязательно дата, которая указывается слева, подпис заявителя справа. Обратите внимание на образец заявления. Директору школы-гимназии номер 78, города Октябрь. Далее указываем фамилию в дательном падеже. Дальше. А кого это заявление? Ученика 8-го В-класса средней школы номер 60, Алиева Арсена. Проживающий по адресу, город Октябрь, 1-й микрорайон, дом 10К, квартира 6. В центре пишем название документа. Это заявление. Внизу пишем текст заявления. Например, прошу выдать мне из школьной библиотеки средней школы-гимназии номер 78 учебники за 8-й класс. Указывается дата 10 сентября 2021 года. И, конечно же, фамилия, имя и розпись. Чтобы устроиться на работу, ребята, мы часто пишем свою биографию. Этот документ называется автобиография. Автобиография – греческое слово авто, сам, биос, жизнь, графос. Пишет описание своей жизни. Автобиография, ребята, официальный документ, в котором человек описывает свою жизнь и деятельность. Пишется при поступлении в учебное заведение или на работу. В ней подробно изглагаются основные, важные моменты жизни и работы пишущего. Дома, ребята, соблюдая структуру автобиографии, напишем свою биографию, то есть автобиографию. Обратите внимание, название документа – это автобиография. Далее указываем фамилии, имя автора. Указываем дальше дату и место рождения. Сведения об образовании. Полные номинования учебного заведения. Период учебы указывается. Далее краткие сведения о составе семьи, родителях, ближайших родственников, фамилии и имя, дата рождения, место работы, учебы и, конечно же, адресы проживания. Потом мы указываем дату написания автобиографии. Только внизу мы уже пишем фамилию и роспись. Ребята, на следующем уроке мы продолжим работу по составлению деловых документов. Научимся правильно составлять резюме. Спасибо за урок. Всего доброго. До свидания.